что ждет ноутбуки в 2017 году компьютером предрекали скорую смерть ноутбуком предрекали тоже скорую смерть но все пока живы и вполне себе здравствует более того в новом году лаптопы обещают стать еще круче чем прежде кратко о тенденциях и прогнозов на 2017 год расскажем в данном видео итак приступим еще больше thunderbolt 3 и usb type-c разъем usb type-c наконец-то избавил пользователь от необходимости трижды переворачивать флешку или вилку кабеля перед тем как все-таки найдешь нужное положение на рынке он уже пару лет но пока еще встречается у меньшинства лаптопа его достоинства не только в более удобном разъеме а в поддержке гораздо более быстрых интерфейсов напомним максимальная теоретическая пропускная способность usb 2.0 составляет 480 мегабит в секунду usb 3.0 уже 5 гигабит в секунду а usb 3.1 вдвое больше до 10 гигабит в секунду самые продвинутые лаптопы получают также thunderbolt 3 он полностью совместимы с принципами и разъемом usb type-c так что вилки и разъемы невыраженным глазом не отличить но скорость thunderbolt 3 доходит уже до 40 гигабит в секунду они поддерживают даже передачу видеосигнала можно подключить до 2 4k дисплеев одновременно apple определенно видит будущее в thunderbolt 3 у всех новых macbook pro только этот тип разъема и больше ничего разве что миниджек для гарнитуры еще бывает так так же самым то же самое справедливые для фирмы asus вот ее zenbook 3 и asus zenbook 3 deluxe обязательно у них стоят вот эти вот новые разъемы thunderbolt 3 так что делаем вывод купить дорогой ноутбук без этого разъема в 2017 году было бы неразумно далее продолжим новые видеокарты в игровых ноутбуках в августе прошлого года игровые ноутбуки в одночасье стали намного производительнее но и тому выход новых мобильных видеокарт nvidia 10 серии теперь геймерские лаптопы легко оттягаются с игровыми персональными компьютерами однако были представлены только адаптеры из верхнего ценового сегмента gtx 1080 gtx 1070 и gtx 1060 цены на игробуки с этими видеокартами совсем не народные но в 2017 году появится и менее дорогие модели на выставке в лас-вегасе впервые были представлены лаптопы с видеокартами gtx 1050 и gtx 1050 т и конечно они не дотягивают до новинок но зато лаптопы с ними будут дешевле производительность gtx 1050 находится примерно на уровне gtx 965 м а 1050 т и чуть быстрее чем 970 среди производителей которые уже поспешили выпустить новые модели lenovo msi dell и acer мы рассмотрим последнюю главу нашего видео трансформеры станут популярнее планшеты умирают любопытным фактом нас с 2017 стало почти полное отсутствие планшетов что означает что в течение года мы увидим буквально единицы новых интересных устройств в этой категории зато на выставке можно было увидеть несколько новых трансформеров фирма dell представила два в одном версию их популярного ультрабука dell xps 13 хюлит паккард продемонстрировала разворачивающаяся на 360 градусов элит бук а фирма samsung сделала трансформер из хромбука но если верить слухам apple представит в этом году обновленные айпады я собираюсь в тайz паккард продемонстрировала дроби в паре не